Приветствую вас. Не совсем понятна структура, вот именно так, да, структура вашего текста, потому что тут и описание ваших работ, где вы работаете, и фотография парня зачем-то. Я бы понял, если бы фотография была ваша, но парня, структура зачем, не совсем понятна. Вот, значит, что касается проблемы, да, значит, возникает сексуальное влечение очень сильное при встрече с человеком, и он вас отвергает. Вы это отвергение почему-то воспринимаете на свой счёт. Соответственно, через сексуальное желание вы пытаетесь что-то доказать. И совершенно очевидно, что парень здесь не первая фигура. То есть это не, скажем так, не прообраз, это не прообраз, вот, это не источник возникновения ваших переживаний. Он лишь только аватар, он лишь только аватар данной проблемы, и настоящая проблема, она скрывается в отношении, в вашем отношении к кому-то из близких людей своих, кому-то из людей более ранних, которых вы встретили в жизни, вот, своей. Понимаете? Такая вот история. То есть это может быть первая любовь какая-то, кто вас отверг. Это могут быть определённые взаимоотношения с родителями вашими, с отцом, матерью. Что привело к тому, что привело к тому, что вы начали испытывать вот такие ощущения. Что привело к тому, что вы начали чувствовать вот это, то, что чувствуете. Понимаете? И воспринимать на свой счёт. Есть, вот есть в психологии, есть такое понятие, как импринт. И вот мне кажется, что это именно вот то, с чем вы столкнулись, с импринтом. Мне так кажется. То есть вы так чувствуете с определённым запечатлением, да, вот определённое запечатление, которое вызвало у вас столь сильную реакцию. То есть опять же, будь это просто сексуальное желание, да, сексуальное влечение, вам было бы достаточно просто его удовлетворить и всё. Но, коли это не происходит, а мы видим, что оно не проходит, то речь здесь идёт не о сексе и не о сексуальном удовлетворении и напряжении. А речь идёт о некой цели, которую вы хотите достичь не иначе, как через сексуальный контакт. И цель, это является целью, является, скорее всего, скорее всего, ну, скорее всего, желание что-то доказать. Желание что-то доказать. Желание доказать свою ценность, желание доказать свою больницу, желание доказать свою сексуальную привлекательность определённому человеку. Не або кому, не знакомому, который готов с вами переспать, например, а именно кому-то, кто вот представляет для вас ценность. Понимаете? И эта ценность, она связана с владением, эта ценность связана с обладанием, эта ценность связана с завоеванием, эта сцена связана с доказательством, ну, чего-либо партнёру вашему, и, соответственно, это выглядит вот примерно так. Чтобы понять, какая фигура и что вообще является прообразом того, что сейчас происходит, ну, надо бы сделать анализ ваших отношений с мужчинами вообще, со всеми мужчинами, вот. Особую роль, особое внимание, точнее, внимание, особое внимание надо уделить. Конечно же, близким родственникам вашим мужчинам, вот, может быть, элемент конкуренции у вас вот в предыдущем вопросе, который вы задавали. Были такие вот намёки. Намёки на конкуренцию. Вот. И мне кажется, что с этим нужно разобраться. В первую очередь. Вот. Понимаю, понимаете? Какая штука. Вот. Я думаю, я думаю, что такой ответ, примерно, вам можно дать, значит, отвечая вам на вот, ну, раскрывая, ваш вопрос. Мне кажется, что... Так. Да. То есть, вот, вы не задаете вопрос, да, вот, вы говорите, что... ...Как мне справиться с этим влечением. справляться с увлечением на самом деле не надо, ну именно справляться не надо, будет достаточно если вы просто поисследуйте его, вот этого будет в принципе достаточно, это вы просто поисследуйте его и поймете что вообще говорят они спрят, что вообще говорят значит для вас например человек. Такая вот история, я надеюсь что помог вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за оценку его в качестве лучшего, а я вам желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok